Самая смачная страва национальной кухни и масштабная концертная программа у Славгорода отзначили День города. Свой 887-й день народжения жихары и гостя одного со старейших административных центров Могилюшчины сустракали на десятцы тематичных и творческих пляцовок. Больше, чем просто свято, славгородчане значную для города дату сустракают с масштабом. Это большое событие, это интересно в рамках того, что мы находимся на, скажем, удалены от Минска и не так часто бывают такие большие праздники красочные, поэтому для нас это очень интересно и весело. Сародзабау для одних фотосессий в образах знакомитых историчных фигур, для других – малюнки акварелью. И уже для всех мягчимость почастоваться с травами белорусской национальной кухни. Набор классичный и оттого еще смочней – запеченная бульба, сало, драники. Усе домашнее с лавгородского подворку. Цекаво, что сярод гостей корыстается наибольшей популярностью. Наверное, наши драники и яичня наша деревенская. Ну, наверное, скорее всего так. Особистая увага гостям, которые приехали не только за район, а и даже за мяжи. Например, вот, как в Славгороде сустракали делегацию студентов высших научных установ Брандской области. А я делила все и как раз засвела, потому что любила его. Очень добродушные люди, все очень гостеприимные, такие солнечные. Вот мы вышли из автобуса, вроде чуть уставшие. Но когда мы смотрим на улыбки этих людей, хочется на самом деле тоже сиять и улыбаться. Еще одним местом притягнения стали творчие пляцовки местовых майстров. Например, тут представлены работы соломоплятения и вышивки. А эти рушники отрымали гран-при конкурсу Александры. И они выраблены по выниках этноографичных экспедиций по Славгородчане. Подобные узоры более нигде не сустренешь. Это точная копия. Полностью мы ткань подбирали, нитки подбирали, заново перерисовывали рисунок и вышивали. Такой же вышивкой, как было раньше. Урочистую участку мероприемства склала масштабная концертная программа. Полностью все организовано. И народные подворки, и сельсоветы, и организация Славгорода. Праздник проходит на достойном уровне. Я уверен, что у Славгородчины светлое, счастливое будущее. И будущее, которое мы сейчас вместе строим с жителями этого прекрасного районного центра, с жителями нашей любимой Могилевщины. Гордея Гуру Виталь Алексеенко. Новины Региона.